Как не пройти мимо чужой беды и что делать, если беда приключилась с диким животным? Ответ на этот вопрос знают жители региона, которые стали непосредственными участниками операции по спасению оленя, увязшего в болоте. Уникальными кадрами с нами поделился житель окружной столицы Иван Зуев. Подробности прямо сейчас. Едем. Провалился олень. Юра, осторожно, сам еще рухнешь туда. 30 марта с моим братом и другом мы ехали, катались по необъятным просторам нашего прекрасного округа и увидели оленя, разгуливающего по тундре. Подъехали ближе, увидели рядышком, из снега торчит голова второго оленя. Зная, что там есть гнилое болотце такое, незамерзающее блюдечко, мне доводилось туда попадать снегоходом это блюдечко. Мы сразу поняли, в чем дело, что парню плохо, нужно спасать. Олень увяз в болоте по самую шею. Самостоятельно выбраться из этого плена животное физически не могло. Не сговариваясь, мужчины незамедлительно приступили к операции по спасению. Сначала лопатой убрали лишний снег вокруг головы и шеи животного, затем аккуратно вдоль тела. Обеселивший олень покорно доверился людям, пришедшим ему на помощь. Считанные секунды – и вот она, свобода. Он же копытами не шевелит, но немножко шевелит. Давай, родной, давай, давай, давай. Ай, молодец, давай уходи в сторону, уходи. Ну что? Поздравляю вас, во-первых, ребята. Игорь Николаевич, молодец, спаситель. По словам Игоря Зуева, вся спасательная операция заняла порядка 10 минут. 10 минут стали решающими в судьбе дикого животного, которое получило вторую жизнь благодаря неравнодушию людей. Ну а его спасители – ни с чем не сравнимые эмоции. Очень приятные ощущения. Спасли парня, дали ему шанс на жизнь. Если вы стали свидетелем необычной истории и успели сделать видеосъемку, присылайте свое видео на почту mobilsobaka.trksever.ru Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».